утро с этим бампером случилось а он заехал видимо куда-то или что так ребят я только проснулся виталий иванович ехал ну мы разминулись как бы ночью поменялись и заехали вот такой красавчик тракт здесь стоит это кеша да это кеша 600 да заехали хотим позавтракать как вы знаете спускаемся мы уже на это феникс ну вот собственно находимся уже по сороковке по сороковке первый экзит это спидись на границе с нью-мексико заправка здесь такая так стоп 359 здесь у них стать тоже сидушки продаются legacy это тоже такая как у меня просто у меня на кешах середина тряпочная вот эти говорят сильно парят сколько стоит она цены нет здесь так вот здесь забыл забегаловка по ресторанчику все заказываю завтрак у нас завтрак воскресенье утром как всего 24 24 ноября друзья 24 ноября мы дома будем уже 26 ночи наверно да да это у нас уже как бы получается последний этот на феникс оттуда на портленд из портленда уже едем в рина скидываем пустой трейлер и все домой начинаются праздники у нас по моим 28 будет ну последний четверг ноября в америке всегда последний четверг ноября этот день благодарения так что как раз на празднике будем дома ну а потом еще один крайний рейс на машинах можно поехать и все если дай бог жизни этот год будем завершать здесь сегодня футбол нфл американский вам спасибо что смотрите не забывайте подписываться на канал всем спасибо ну что витос приятного нам аппетита алё гараж вы здесь так он заказал такую домашнюю картошку как бы мы все остальное заказали одинаково я заказал типа картошка на терке типа типа того короче вот и вот такие отбивные кофе ну все ребят приятного нам аппетита и вам также если вы будете подкрепляться вот такой вот новенький домик на колесах его видно только купили он его доставку делает видно фрейд лайнер красавчика как видишь девушка внизет такие лодочка вот Это уже новенький Петюнчик Ну а мы с вами, друзья, продолжаем Продолжаем путь Позавтракали Как следует Здесь у нас До Феникса, в принципе, осталось Сколько? В районе 300 миль Да, здесь, походу, чуть-чуть это Силы у него пропускает Хаб сил Потому что Запачкало довольно-таки хорошо Ну, в принципе, мы уже его отвезем Так, и пусть они там решают Он пустой как бы Главное, чтобы носки или нигде не потянули Я же открывал, вроде его нет Все Сделаем посмотреть на масло Сделаем посмотреть на масло Не, ребят, проверим масочку Посмотрим, что у нас Ну, это что брызгает Ты же и цепи уже ставил Коммунист? Коммунист? Семнадцатый фривей Или семнадцатая дорога Двигаем мы на юг В Феникс, Аризона И смотрите, здесь какие интересные какпусы Целые деревья Да, здоровенный какпус Двигаем мы на юг там вот люди живут целый поселочек это у нас уже город феникс приветствует вас друзья мои город феникс штат аризона до места назначения остается у нас 7 это 17 дорога на юг 6.20 утра штат невада 95 дорога двигаемся на север едем мы в портланд проехал я целую ночь местное время 6.22 думаю сейчас проеду надо будет разбудить Виталия Ивановича ну а пока вот такая дорожка еду слушаю музыку всем доброе утро всем доброе утро маленький какой-то поселочек это у нас еще штат невада вот здесь даже снежок чуть-чуть был вот здесь уже и Конечно, очень старая-старая деревушка, деревушка, заброшенная. Заброшенные давно людьми, здесь практически, наверное, люди не живут. Субтитры создавал DimaTorzok Это прямо как в старых американских фильмах. Так, остановились, мы по Барику перекусили. Виталий Иванович уже проснулся. Да, доброе утро. А выспался? Нет. Так себе. Как так себе? Да или нет? Я все спал, как бы так. Ага. Короче, ребята, видите, какие тучи спереди? Какое небо? Я так полагаю, что это снег. И если быть точнее, я не полагаю, но мы посмотрели и показывают, что мы сегодня попадем на снег. Да, здесь уже он выпал. Вот эти горы здесь, они уже в снегу как бы. И заодно, смотрите, вот какие здесь вот эти домики старые, заброшенные. Старый поселочек, как он называется? Тонопа. Тонопа. Это у нас пока штат Невада. Смотрите, здесь какой маленький домик. Вернее, домики. Ну, мусор забирают. Как в больших городах, так и в маленьких деревушках. Они говорят, война с войной. И мусор на войну. Война, войной. Наталья говорит, война с войной. И русский. Ну да, я же всегда говорю, нам простительно, мы учимся. Такое вот, маленькое деревушко такое. Поселочек. Ну, похоже, что здесь много людей не живут, потому что я вижу очень много заброшенных зданий. Вот, вот это справа, например. Как бы, сто процентов там. Ну, здесь какой-то ресторанчик новый. Да, видно, что его сделали. А, здесь Денскоп. Через китчин. Мне кажется, вот здесь они расположены. Да, да. Ну, хамок. Найс. Короче, вот это я вам, да, снимаю. Это маленький поселок. Я иду спать. Я уже давненько не спал. Вот старое-старое здание. Ну, вот, собственно, и все. Так и продолжается. 95-я дорога, вот как видите справа. Двигаем мы на север. Там какие красивые горы. Вон, там, вот. Это либо старая отелька там. Они выглядят реально как бараки. А, там еще живут? Да, там, да, это похоже апартмент. А, да. Это апартмент. Я смотрелся. Но очень страшно они выглядят. Ну, ты клан пиши их. Я их увидел и сразу вспомнил эту песню. Магадан. Ах, гитара бы, а? Ага. Виталий говорит, что мне нужно взять гитару с собой, типа, петь. Скажите, друзья, что у него талант есть, но он не хочет его пользоваться. У него очень хорошая получается. Получается, но... Возьмешь сейчас сыграю, что-то скажешь, да, взял, уже панты валяет. Нет, это панты. А пусть другие тоже сняли. Комментаторы сразу закидают меня какахами. Нет, 7, 7, 7. Хотя можно взять одну-две песни и сыграть вот для вас. Раньше я играл и пел. Особенно, когда студенческие годы были. А потом как-то жизнь завертелась, закрутилась и... Забросил я гитару. Ну что, ребятки, вот она полноценная зима. Вот первый трак ушел уже в обочину. Или на обочину. Здесь, походу, уже гололед, ребята. Вот, видите? Бедняжка. Как он туда залетел? Хорошо, что не перевернулся. Там такая, это... Такой обрывчик. Ну, темно, не видно. Ну, здесь они... Видно это, но... Сыпают. Да, подсыпали. До сих пор, может, не было. А, вот там, спереди машина идет, мигает. Может, она и сыпает. Петалька. А нам еще до пятерки. Где-то... Нужно добраться. Сто маян до... Да, мы сейчас как раз на перевале. Да, здесь все устанавливают цепи уже или что здесь? Настоящая зима, ребят. Настоящая зима на улице. Орегон рулит. Ёлочки все в снегу. Такая ляпота. Красиво все-таки зимой. Я представляю, как днем было бы красиво. Но Виталик говорит, что... Ехать не очень хорошо. Он типа говорит, что едет... Как на иголках. Может ли такое быть? Ну, наверное, жим-жим. Как-никак. Спускаемся с горы вниз. Это центр города Портланд. Красивый город Портланд. Штат Орегон. Ну, а мы с вами уже, как вы поняли, почти на месте. 12 миль. 12 миль до места назначения, друзья мои. Местное время. 12.06. Скидываем этот полный трейлер. Забираем пустой. И будем двигать в город Рина. В горах вроде на завтра намечается уже эту целую неделю намечается очень большая снега. Ну, надеемся проскочить. До встречи. Местное время. Субтитры сделал DimaTorzok